всем привет друзья мы сейчас собираемся ехать в центр видите я шкуру сменила а значит у нас сегодня первый день более менее тепло кстати нам громко сейчас будет переустановили калитку вчера можно уже и забор красить и перенавесили нам гаражные ворота и выездные ворота вот но дождь забодал просто забодал до такой степени что нет возможности вылезти на улицу так сейчас музыка саш убери музыку в машине пожалуйста вот и мы собираемся сейчас ехать в центр мне нужно сажусь машину дросе мне нужно купить молнию помчались торговую галерею вот нужно купить молнию для будущего будущего сашиного изделия когда-нибудь я его завершу очень очень большой размер мото чтобы большой ширину еще и в длину тоже не маленький значит надо купить молнию и гром у меня окончательно съел мои комнатные тапочки дошло до того что мне не в чем помыть полы дома я бы поехали купим тапочки домашние и помимо домашних тапочек еще нужны атаки от резиновые во двор бегать вот но еще много нужно всего всего во все места нужно ехать но я уже не пойду и давай по значимости меня отвези а дальше сам за продуктами в банкомат вот а я поеду работать домой и мне еще надо съездить сейчас получить посылку несколько дней уже лежит посылка на почте я вам обязательно покажу что я заказала вот дело в том что не могу вот я же говорю погода такая просто непередаваемая но вот сегодня дождя нет дорожка подсохла и более-менее тепло вчера еще было очень холодно на улице ну потому что слякотно слякотно сыро холодно и 4 градуса было и 6 градусов было но это вообще для апреля для нашего климата но это крайне редко бывает обычно мы уже раздеты в это кроссовки так что еще нужно что нам еще нужно сделать а по поводу забора грижи можно бы и красить но опять же погода все упираемся в погоду и надо краску где-то купить у нас я не знаю продается молотковая продается так может сразу заедем купим краску или попозже попозже сейчас покупать смысл в том что надо забор красить нет сегодня его смысла не вижу красит потому что опять куча дождей впереди в общем никак не хочет прийти весна уже на скоро календарная закончится а фактическая она еще не наступила вот в общем двигаемся за продуктами за продуктами за покупками и оставайтесь со мной покажу я надеюсь что сейчас получу посылочку там много вкусного вот это не пряжа сразу говорю сегодня в логово болтательное видео а еще нам должны были должны сегодня привести шлакоблок для гаража заказали вот и рубероид не знаю привезут ну должна быть доставка в общем и такие вот дела вот мужики говорю же мужики непростые до была заказана массивная молния кому какая массивная я не знаю я не все стандартные различаются длиной купила обычную молнию по цвету подобрала купила шнурок по цвету подобрала а молнии как саша сказал массивная нужно и внизу у нас по крайней мере не существует но я не буду заказывать из интернета молнию но это смешно просто обычную легкую пластиковую молнию заказала потому что металлическая там не к силу ни к городу по цвету заказала купила что-то я сегодня еще на они проснулась с утра вроде уже уроки сделали со славой вот но что-то куча мыслей в голове не могу их собрать воедино все сейчас мы направляемся нужны тапочки мне нужны тапочки я сейчас сижу и думаю сегодня у нас кстати 12 число день космонавтиков и я вспомнила что я забыла поздравить свою двоюродную сестру с днем рождения у нее был 10 числа день рождения доработалась я все числа поперепутала сейчас буду звонить стыда бень стыда бень я надеюсь она меня просит и сильно не обидится забываешь все на ходу в общем несколько магазинов посетили первых двух или размеров нет или колхоз безбожный но мы конечно купили тоже колхоз но по крайней мере по размеру подошло на сашу так вообще проблематично вот эти пенки на эти шлепки потому что размер ноги большой все что более-менее приличное все мало хотя размеры написаны и 46 и 47 а такое впечатление что они все идут на 44 вот и на себя тоже еле-еле саша пешехода вот еле-еле на себя нашла особенно комнатные тапочки целая засада просто которые сверху более-менее приличные до симпатичные у них какая-то пенопластовая подошва которая знаете как я не знаю как она называется когда по мокрому ходишь вот если полы мыть она начинает промокать она набухает они становятся тяжелыми и в итоге заканчиваешь мыть ее пола с мокрыми ногами вот и взяла пусть они некрасивые но по крайней мере они на высокой пластмассовой можно сказать подошве и точно не должны они у меня промокнуть и то мы это все нашли в магазине который только что открылся огромный я даже не ожидала саша говорит слушай открылся новый магазин давай у него поедем съездим а то же мы обычно по по точкам которым привыкли ну поедем посмотрим я так сразу знаете начала напрягаться что нет размера особенно комнатные тапочки меня интересовали ну в общем купили покажу сейчас приедем домой что купили вот а вообще конечно такой шерпотреб продается просто не передать и цена на этот шерпотреб не маленькая я что-то если честно даже не знаю я если честно даже не знаю за сколько что купила я общей суммой расплатилась да и все и носки себе купила потому что все всем носкам пришел к не конец вечная проблема с носками мужскими а с моими тоже весь всем канец так я мчу домой а санечек дальше поедет вот она наша новая калитка как раз домой захожу и вот по цвету подобрали значит возьмем тогда возьмем тогда мы этот краску позднее как сказал саша вот собственно говоря и все наши покупки домашние комнатные тапочки сделала такая подошва хорошая тем что она не промокает саши шлепки лучше ничего не нашли мне шлепки лучше а по размеру ничего не нашли пенка такие которые не промокающие очки саши и носочки вот это вот и все и потрачено полтора часа времени на то что все это купить я собственно говоря хочу с вами поделиться вкусностями которые я заказала у оксаны филоненко кто со мной давно тот знает что оксана является моей постоянной зрительницы и неоднократно присылала мне в подарок специи которые готовит она сама сама выращивает сама готовит и мне не до такой степени понравились что я у оксаночки спросила не продает ли она на что она мне ответила что да конечно она продает а я у нее тогда поинтересовался как же так нет специализированной страничке в инстаграм но и в итоге оксана с супругом со своим александром они открыли свою страницу в инстаграм я сделала большой заказ оксана любезно положила мне прайс потому что я никогда не помню никаких цен вот сейчас мы с вами давайте вот так вот вам покажу стоимость да кому интересно и покажу что заказала я ну тут подарок тут от оксаночки подарок просто восхитительное полотенчик кухонный посмотрите какая прелесть оксана очень приятно большое спасибо невероятно приятно большой хороший кухонный полотенчик и цвет такой красивый обожаю натуральные оттенки как раз под мою новую кухню которая у меня не за горами ну и конечно же символ года спасибо очень приятно ну а дальше поехали и так друзья орехи орехи очищенные как же оксана их называла сейчас скажу вот здесь как раз таки и нет их орехи очищенные по моему они назывались премиум или что-то такое так вот это вообще вот это вообще просто просто класс это слайсы шампиньона здесь вес 50 грамм и они абсолютно свежего приготовления посмотрите дата 29 марта специально для меня приготовлены а грибы оксана не покупает в магазине оксана мне присылала в личные сообщения видео как выращивать грибы ее сосед у них там целая огромный ангар где произрастают просто в невероятном количестве эти шампиньоны и они классные вы скажете миру зачем тебе шампиньоны засушенные сухие да если полно он свежих грибов и у меня они всегда свежие есть дорогие мои но суп из сушеных грибов это гораздо вкуснее чем из свежих это по крайней мере на мой вкус я всегда покупаю сушеные грибы и белые лисички просто у меня нет агрегата который засушивает все это дело мы-то сами грибники сами собираем лесной гриб в данный момент он закончился и я не сушу грибы потому что просто нет технической возможности до их сушить ну и к тому же у нас есть место хранения это морозильная ларь но сухие грибы не заменит ничего вот 50 грамм вот это вот это как раз на кастрюльку примерно ну на литра 3 будет 180 рублей стоит как килограмм собственно говоря свежих грибов но и по количеству их в супе будет достаточное количество как раз на порцию на небольшую кастрюльку ой вот это вообще вот это вообще красота это курага курага наивкуснейшая вот я больше чем уверена я люблю такую когда она не сухая а вот она такая как же вам сказать она как только с ветки немножечко подвяленная обалденная обалденная так дальше я хочу соль хочу соль да когда же я до нее доберусь а здесь сейчас я заказала наборчик вечно некогда вечно жене когда когда надо быстро приготовить щи с грибами вот это 140 грамм оксана по-моему сказала на кастрюльку 43 с половиной или 4 литра ну-ка сейчас посмотрим так здесь все все подписано все так молодец оксаночка спасибо большое два с половиной три литра вот два с половиной три литра добавить картофель сварить мясо на бульон и уже готовая смесь представляете как классно что здесь состав входит так капуста белокочанная сушеная грибы лук морковь укроп петрушка лук зеленый чеснок сушеный хлопья кстати да вот я забыла заказать оксан хлопья чеснока они у вас волшебные волшебные паприка хлопья перец черный молотый лавровый лист соль класс знаете готовая это сэкономит мне значительное количество времени обалдеть вот как только доедим сейчас гороховый суп который у меня находится в холодильнике так обязательно приготовлю супчик вот она вот же она вот же она называется моя красная соль смотрите я видела что оксана с этой солью делает солит сало сухим посолом но так как мы вообще сало едим едим раз в два года по кусочку да и мы не солим его никогда в сухом посоле а в маринаде я заказала вот эту морскую мама морскую говорю слышите да вот эту красную соль она смотрите содержит чеснок паприку укроп карри куркума тагетис острый красный перец черный перец как в качестве приправы для салатиков для всего прочего еще мне оксана понравилась как она в инстаграме показывала как она настаивает пряное масло делает тоже вообще потрясающе друзья пакетики не раскрываю потому что просто не хочу чтобы у меня испарился аромат из них да потому что мне нужно пересыпать в емкости емкости мне нужно подготовить поэтому не обессудьте но я абсолютно я знаю этот продукт и я же уже не первый раз им пользуюсь пользуюсь поэтому это зеленая соль смотрите состав соль чеснок зеленый лук укроп петрушка перец ну и что-то дыр туда входит что конкретно не знаю наверное наверное как шеф-повар держит интригу и все секретики не выдает копейки стоит а она гораздо вкуснее знаете если вы любите адыгейскую соль вот различные виды до которая содержит приправа вот рекомендую очень вкусно блюдо получаются волшебными моя приправа вот это приправа я вам сейчас покажу ее на тарелочке смотрите я пересыпала в тарелочку значит лавровый лист понятно вот хлопья чеснока морковочка лучок вот такие фракции оксана между прочим меня спрашиваю тебе это в порошок или фракциями так как я люблю фракциями я попросила оставить так и зелень здесь и волшебный аромат я сейчас сразу пересыплю в определенный контейнер дальше смотрите яблочные чипсы без сахара знаете друзья вот кто любит сухофрукты но я вот вам скажу так я сухофрукты не любитель но я так думала что я не любитель они они яблочки дайте посмотрите они мигусенькие они как слегка подвяленные они не удержалась они очень-очень вкусные то есть совершенно не такие яблоки которые мы сушим в огороде летом да вот это специально приготовленные чавкаю тут у вас по ту сторону экрана я когда мне оксаночка присылала подарок я за них забыла а потом они мне попались ароматные какие попались мне на глаза и я дала славику он спорол их знаете минут наверно за 15 вот такую же точно пачку искал мама купи еще ярда такое не продается и вот именно этот момент натолкнул меня на мысль спросить у оксаны они продают ли она потому что это действительно очень-очень вкусно смотрите волшебные волшебные просто никаких конфет не надо можно прикуску с чаем они сладенькие они не пересушенные они все-таки чистенькие замечательные оксана дай бог здоровья вашим рукам и большого урожая ну и 2 пачка потому как славик у меня их очень-очень любит вот поделилась с вами друзья если вдруг кто-то заинтересуется да и захочет приобрести я знаю что оксана насколько мне известно отправляет и по почте если на заказ я знаю что у нее многие местные покупают вот эти пряности приправы вот но знаю точно что она рассматривает варианты отправки почты поэтому я оставлю инстаграмм оксана и ее супруга а если вас заинтересовало что-то то пишите я думаю что оксана долго с ответом не затянет и сделает вам все в лучшем виде ну все процесс сдвигается с мертвой точки блок нам привезли сейчас саша со стасом разгрузили теперь надо ждать папу потому что будет папа помогать строить перестройки стены перекрыть перекрытие гаража вот а папа сейчас занят на другом объекте ждем его и приступаем потихонечку к ремонтам